Здравствуйте, с вами Сергей Фастунов и я продолжаю серию видео уроков, посвященных установке простого блога на Drupal с нуля. В предыдущих уроках я заказал хостинг, заказал домен, связал домен с хостингом, установил на хостинге систему Drupal. И у меня вот теперь при вводе доменного имени в адресную строку Browser.Zero уже фактически выводится наш сайт, который работает под управлением Drupal. В принципе, уже даже сейчас можно его наполнять содержанием и он будет отображать информацию, которую вы будете вводить. Тут даже вот навигация есть в виде меню. Но дело в том, что Drupal представляет из себя очень такой серьезный конструктор, из которого можно сделать все, что угодно. Причем это происходит с помощью, во-первых, настроек системы управления содержанием Drupal и, во-вторых, с помощью установки дополнительных модулей. То есть дополнительных компонентов, которые расширяют функции ядра. То есть добавляют то, чего в базовом наборе нет. Как это делать, мы с вами посмотрим дальше. И сейчас я продолжу работу над своим блогом. Для работы нам понадобится, во-первых, сам сайт Drupal.org. Нам понадобится панель управления хостингом, на котором установлен сайт. И почтовый ящик администраторский, который используется для работы с почтой. Привязанный к администраторскому аккаунту на нашем сайте под управлением Drupal. Итак, для начала давайте зайдем в панель управления. То есть здесь вот на нашем сайте, на своем блоге, вводите имя администратора. И пароль, который вы выбрали при установке системы Drupal на свой хостинг. И затем нажимаем кнопку «Войти». Открывается консоль управления сайтом, откуда осуществляется непосредственная настройка и добавление материалов. Но уже сейчас вот можно добавить материал с помощью ссылки «Добавить материал». Если мы на нее нажмем, открывается страница, где предлагается выбрать два типа содержания, два типа материалов. Это может быть либо статья, либо статическая страница. Различаются они между собой тем, что статическая страница, она не помещается на главную. А статья будет помещаться на главную и фактически у нас уже перед глазами готовый блок. То есть мы можем статьями добавлять материал и он будет выглядеть как блок. То есть на главной странице одна за другой будут появляться эти статьи, датированные с указанием автора и содержанием, которые мы там пропишем. Но прежде чем приступить к заполнению сайта содержанием, необходимо проделать такие базовые операции, которые помогут работать с блоком. Нам нужно будет добавить несколько модулей. В этом уроке я расскажу вам, как установить модуль, который будет автоматически загружать для других модулей переводы на русский язык. И также я установлю модуль, который будет работать для создания бэкапов базы данных, которые используются для установки Drupal. Установить дополнительный модуль можно в разделе «Модули». Заходим в него. И здесь у нас открывается список. Во-первых, модули, которые уже установлены в систему. Вот часть из них включены в раздел «Ядро». Дополнительных модулей пока нет. Часть из этих модулей активированы, часть нет. Также у модуля, например, модуль «Файл» он определяет тип файлового поля. И здесь указано, от каких модулей он зависит. И для каких модулей он требуется. Если один из модулей, от которых зависит этот модуль, не включен, то, соответственно, включить этот модуль нельзя будет. Ну, давайте теперь добавим модуль, который будет называться «Localization Update». Для начала мы разберемся, где же брать новые модули. Вот для этого нам как раз и нужен сайт Drupal.org. Здесь есть раздел, который называется «Download and Extend». И в этом разделе можно найти и тему для Drupal, и модули для Drupal. Также документация там и различные другие материалы. Но в первую очередь нас интересуют модули. Для того, чтобы найти модуль, который вы знаете, как называется, прямо на главной странице можно воспользоваться полем поиска. В разделе «Refine New Search» надо выбрать поле «Modules», то есть поставить вот здесь вот точку, и затем в поле «Поиска» в кавычках ввести название модуля. Модуль, который я буду сейчас устанавливать, называется «Localization Update». В кавычках нужно вводить название модуля именно потому, чтобы поисковая система не разбивала это название на отдельные слова и, соответственно, выводила только ту информацию, которая соответствует полному названию модуля. Вот он в списке появившемся самую первую позицию занимает. Переходим на его страницу. И здесь, внизу в разделе, у нас указаны версии, для которых существует этот модуль. И в списке напротив версий, которые мне подходят, у нас, напоминаю, версия 7.26 установлена, я копирую адрес ссылки на данный модуль в буфер обмена. И затем перехожу в панель управления. Друпал на нашем сайте в раздел «Модули». И здесь выбираю команду «Установить новый модуль». Здесь открывается страница, на которой можно устанавливать модуль двумя способами. Во-первых, можно устанавливать с помощью URL-адреса, как я сейчас делаю, для того, чтобы не скачивать к себе на локальный компьютер вот эту вот версию модуля. Я просто-напросто копирую вот сюда ссылку архива, который лежит на сайте drupal.org, и затем буду его отсюда устанавливать. Вы также можете первоначально скопировать себе на локальный компьютер модуль, и потом с помощью вот этого поля выберите файл, выбрать на локальном компьютере место расположения архива с модулем, и затем точно так же его устанавливать, но уже с локального компьютера. Итак, я ввел адрес модуля и нажимаю кнопку «Установить». Происходит загрузка модуля, установка, но он еще не активирован. Здесь вот, к сожалению, страница на английском языке открывается. Здесь три ссылки есть. Можно либо перейти к установке еще одного модуля, можно перейти к разрешению, включению только что добавленных модулей, или перейти на страницу администрации, администрирования drupal. Ну, давайте перейдем к включению модулей. Итак, я перехожу опять на страницу со списком модулей, и у нас здесь внизу появляется раздел, который называется Multilingual, и здесь появляется модуль Localization Update. Для него требуется один всего лишь модуль Local, который включен в ядро, и он уже включен. Поэтому мне здесь остается только поставить галочку в поле «Включено» напротив Localization Update и нажать «Сохранить настройки». Происходит включение модуля. Я получаю вот такое вот сообщение. Ну, вот на информационное сообщение о том, что нужно запустить крон. Для проверки обновления пока можно не обращать внимания. Ну, зеленым отмечено, что установка модуля Localization Update у меня произошла успешно. И теперь давайте пройдем в настройки и проверим, как у нас выполнилось обновление переводов. Переходим в раздел «Конфигурация». И переходим в раздел «Регион язык». Здесь нас интересует перевод интерфейса. И нужно зайти на вкладку, которая называется «Обновить». Здесь на вкладке «Обновить» у нас приводится информация после установки модуля Localization Update тех модулей, которые имеют перевод на русский язык, причем обновленный. Вот, например, у нас для самого ядра Drupal 726 подготовлено обновление перевода, и его сейчас можно обновить. Режимов для обновления есть три. Можно заменять существующие, добавлять новые. Лучше всего выбирать вариант «Оставить от редактированной стройки» и заменить только импортированные ранее, добавить новые. Но это для того случая, если вы сами будете выполнять перевод. Я выбираю «Обновить переводы». Выполняется загрузка переводов. Переводы у нас были успешно загружены в систему. Вот теперь у нас ядро имеет самый свежий перевод. И при загрузке других модулей будет автоматически подгружаться для них перевод из сайта Drupal.org. Единственное, что модуль Localization Update при переходе в раздел «Конфигурация» или модуль отнимает достаточно много времени, потому что он каждый раз будет проверять наличие переводов. Поэтому, когда вы уже установите полностью все модули на свой сайт, его, в принципе, можно отключать и включать, допустим, в ручном режиме, для того, чтобы просто проверить наличие переводов и обновить их. А не вызывать процедуру обновления каждый раз, как только вы заходите в панель управления, ну и в раздел «Конфигурация». Следующий модуль, который я буду устанавливать, касается резервных копий для баз данных. Давайте перейдем на страницу Drupal. И в поле ввода я ввожу название модуля. Он называется «Backup and Migrate». Здесь устанавливаем поиск ввода тип модулей и нажимаем зеленую кнопку «Search». И на странице поиска прямо вот первая ссылка у нас как раз ведет на этот модуль. Открываем его. И точно так же повторяем процедуру для установки модуля. То есть я нахожу версию Drupal, которая мне подходит, то есть 7.x. И здесь, напротив этого модуля, копирую адрес ссылки в буфер. И затем перехожу на страницу управления модулей и нажимаю команду «Установить новый модуль». И ввожу адрес модуля в страницу «Установить с URL адреса». И нажимаю кнопку «Установить». Выполняется загрузка модуля. Теперь давайте его включим. Опять перейдем на страницу управления модулями. Смотрим в самый низ списка. Здесь появилась секция «Other», «Другие». И здесь как раз у нас появился модуль «Backup and Migrate», но он еще не включен в системе. Поэтому мы отмечаем галочку «Напротив включен» и нажимаем кнопку «Сохранить настройки». Выполняется включение модуля. Также выполняется обновление переводов для модуля «Backup and Migrate» автоматически. Для этого я сначала и установил «Localization Update». То есть вот у нас теперь «Backup and Migrate». Здесь на русском языке написано, что это резервная копия или миграция данных, быстро и без ненужных данных. И теперь нужно настроить резервное копирование для того, чтобы оно начало выполняться. Настраивать можно либо со страницы управления модулей, нажимаем «Настроить», попадаем на страницу управления резервными копиями, или можно еще это сделать через раздел «Конфигурация» в разделе «Система» «Резервное копирование и миграция». Это просто-напросто разные ссылки, которые ведут в одно и то же место. Но вот прежде чем начать конфигурировать выполнение резервных копий, нужно устранить вот это вот сообщение. Предупреждение. Здесь указано, что необходимо указать приватную файловую систему, путь к приватной файловой системе в настройках файловой системы. То есть, как это делать? Переходим в раздел «Конфигурация» и в разделе «Конфигурация» ищем раздел «Мультимедиа». Здесь выбираем «Файловая система». И здесь вот как раз не указан приватный путь файловой системы. Но для того, чтобы его указать, каталог должен существовать в каталоге на вашем хостинге. Давайте запомним вот этот вот путь. У нас есть поле «Общедоступный путь файловой системы», указание «Sites», «Default», «Files». Мы примерно по такому же пути создадим вот здесь вот каталог. Я его сразу вобью и будет он называться «Private». И я этот каталог еще скопирую в буфер обмена сразу. И его необходимо с помощью файлового менеджера из панели управления хостингом создать на своем сайте. Заходим в панель управления хостингом. Здесь в панели управления хостингом выбираем меню «Сайты». Напротив домена своего выбираю «Файловый менеджер». Перехожу в раздел «Сites». И вот прежде чем переходить в раздел «Дефолт», обращаю ваше внимание, здесь вот установлены для раздела «Дефолт» права доступа. Здесь вот есть права доступа для трех групп, то есть для владельца, для группы владельца и для всех остальных пользователей. И для них, для всех установлены права только на чтение и на выполнение. Права на запись здесь нет. То есть вот это вот буковки «W» — «Write» — английская, сокращенная. Поэтому прежде чем зайти в каталог «Дефолт» и создать там подкаталог, необходимо установить для этого подкаталога права доступа хотя бы для владельца на запись, а потом их обратно поменять. Я перехожу в раздел «Установки прав доступа» и отмечаю галочкой «W». То есть делаю фактически права доступа «7.5.5». Нажимаю «Сохранить». И теперь я захожу в каталог «Дефолт». И здесь в каталоге «Файлс» я создам новую папку. Выбираю команду «Новая папка». Копирую сюда название папки. И нажимаю кнопку «Создать». Новая папка создана. Обращаю ваше внимание, что каталог, путь к этой папке будет как раз «Сайт», «Дефолт», «Превейт». То есть то, что нам нужно в настройках нашего модуля для файловой системы. И теперь можно продолжать работу с модулями. С модулем настройки. То есть я перехожу опять в панель управления сайтом на Друппал. И здесь просто-напросто сохраняю настройки. Потому что приватный путь у меня уже установлен. Набираю команду «Сохранить настройки». Настройки сохранены. И теперь можно перейти к настройке резервного копирования и миграции. Заходим в раздел «Конфигурирование резервного копирования и миграции». И теперь я вижу, что у меня здесь никаких сообщений нет. То есть система находит все, что ей нужно. Здесь у меня сразу установлено так называемое «Быстрое резервное копирование». То есть можно сделать резервную копию из базы данных в место назначения, которое называется «Даунлоуд» с помощью настроек по умолчанию. Для того, чтобы здесь настроить автоматическое резервное копирование, необходимо, во-первых, проверить источник. То, что мы будем копировать. В данном случае можно копировать все базы или частично. Дальше нужно создать место назначения, куда это все будет копироваться. И нужно настроить, как это все будет происходить. Итак, давайте создадим место назначения. У меня уже готовы несколько мест назначения. То есть модуль их автоматически устанавливает. Здесь вот есть как раз в разделе «Превейт», в каталоге «Превейт» будет создаваться под каталог «Бэкап Мегрейт». В нем будет установлен каталог «Манулед», когда, если место назначения будет папка для ручного копирования. Папка для копирования по расписанию будет иметь имя «Шедуэлд», «Бэкап Мегрейт Шедуэлл». Здесь можно посмотреть, что сейчас в этих каталогах находится. Но они сейчас пустые, потому что мы не выполняли резервного копирования ни по расписанию, ни в ручном режиме. И здесь есть также база по умолчанию. То есть здесь установлено копирование базы данных с локального сервера. И эта база данных содержит все необходимые таблицы, которые используются для работы Drupal. Давайте нажмем «Изменить» и посмотрим, что здесь установлено. Здесь есть место назначения, хост, то есть указан хост, на котором установлена база данных, имя базы данных, имя пользователя и пароль. То есть если вдруг вы захотите, допустим, сохранять какую-то другую базу данных, то вы можете создать место назначения, которое будет называться по-другому. Для того, чтобы создать новое место назначения, нужно нажать кнопку «Add Destination». И сейчас вот сюда я добавлю возможность отправлять архив по электронному адресу. То есть я добавляю e-mail здесь. Имя, место назначения. Это просто название, которое будет отражаться в таблице. Называем его архив по почте. И дальше здесь нужно указать адрес электронной почты, куда будет отправляться архив. Я возьму его из почтового ящика, который я использую для работы с данным блогом. И скопирую его сюда. Потом на этом почтовом ящике я настрою еще фильтры, для того, чтобы у меня бэкапы складывались сразу при получении в определенную папочку. Затем нажимаем «Сохранить место назначения». И у нас появляется новый пункт назначения «Архив по почте». Давайте теперь посмотрим, что можно сделать с профилями. В профилях у нас есть одна настройка «По умолчанию». В принципе, можно создать новый профиль. Я обычно изменяю настройки «По умолчанию». То есть, нажимаю «Изменить» и здесь указано, как… Ну, это просто название профиля, отражающееся в таблице профилей. Далее, как будет называться имя файла резервной копии. Давайте его поменяемся. Пускай это будет блок Drupal. По имени домена. Далее, к названию будет добавляться текущее время в формате, который вы указываете. Ну, в данном случае год, месяц, день, час, минута и секунда. Подсказку можно посмотреть вот здесь вот по ссылке. Далее, используется тип сжатия к ZIP. Для бэкапов рекомендуется использовать именно этот тип сжатия. Модуль шифрования не используется. Ну, здесь вот можно выбрать какие-то таблицы, которые можно из бэкапа исключить, если они вам вдруг не нужны. Но я все оставляю по умолчанию, опять же. Поэтому этот раздел я не трогаю. И в разделе «Дополнительные параметры» здесь вот можно что сделать. Во-первых, можно послать имейл в том случае, когда бэкап завершился удачно. Здесь выбирается адрес, куда этот имейл уходит. Послать имейл, когда, если вдруг копия не удастся. И во время выполнения бэкапа еще можно автоматически переключать в режим офлайн. То есть сайт будет выводить сообщение на странице. Вот такой вот сайт «Блок Друпал» сейчас на техническом обслуживании. Скоро он заработает. Но благодарим вас за терпение. Ну, это нужно в том случае, если у вас базы большие и для их бэкапа требуется достаточное время. Тогда здесь вот стоит написать внятное сообщение для своих пользователей. Выставить галочку «Переключить сайт в режим офлайн». И при выполнении бэкапа, чтобы пользователи своими действиями не вносили изменения в базы данных, сайт будет переходить в техническое обслуживание. Фактически он для нормальной работы будет недоступен. Но в то же время будет информировать пользователей о том, что скоро будет запущено вновь. Я здесь обычно отмечаю галочку «Послать e-mail, если резервирование не удастся». То есть, фактически я буду знать, если бы резервная копия не создана. То есть, если она создана, то все нормально, и ее потом можно будет использовать. А вот если ее не получилось создать, тогда пускай приходит e-mail. Ну, здесь можно ввести короткое описание о профиле. И после того, как все изменения внесены, нажимаем кнопку «Сохранить профиль». Профиль сохраняется. И теперь перейдем к расписанию. Давайте будем автоматически делать, допустим, раз в сутки бэкап. Или два раза в сутки. Ну, когда блок разрабатывается, лучше резервную копию делать как можно чаще. В принципе, можно даже целый час. Нажимаем кнопку «Add Schedule». Появляется форма. Для конфигурирования нового задания. Вводим имя расписания. Далее. Нужно выбрать настройку профиля, который мы будем использовать. Профиль у нас один. Здесь отсюда же можно создать новый профиль, если вдруг это вам потребуется. И здесь мы выбираем, через какой промежуток времени делать резервную копию. Ну, я хочу делать резервную копию два раза в день. То есть я ставлю 12 часов. То есть каждые 12 часов бэкап будет автоматически формироваться. И далее здесь нужно указать количество резервных копий. Если вы выполняете сохранение резервных копий на дисковом пространстве у хостера, то здесь нужно указать количество. Сколько резервных копий будет храниться. То есть каждые, допустим, давайте поставим 10 здесь, чтобы было понятно. Каждые 10 копий будут храниться, а затем 11 будет замещать первую в этом списке. И они пойдут вот так вот по замещению. То есть все время у вас на диске будет храниться 10 копий. Я собираюсь резервную копию отправлять по почте, поэтому здесь я поставлю место назначения архив по почте и выбираю «Сохранить расписание». Расписание у меня сохранено. Но для того, чтобы начало работать резервное копирование, мне необходимо включить крон, то есть планировщик. Для того, чтобы запустить крон, необходимо перейти в раздел «Конфигурация» и здесь в разделе «Система» выбрать команду «Крон». Открывается страница управления запуском крон. И здесь, во-первых, можно запустить крон непосредственно сразу или запускать крон каждые 3 часа, или здесь выбрать, сколько раз в час надо запускать крон. Я буду запускать каждые 12 часов. Устанавливаю это, нажимаю кнопку «Сохранить настройки». Настройки сохранены. Можно еще посмотреть в отчетах. Раздел «Отчет о состоянии». Здесь есть информация о том, что крон вот когда запускался. Ну, сообщения аварийных нет. То есть крон у нас работает, и раз в 12 часов он будет формировать бэкап. Для того, чтобы автоматически... Для того, чтобы сформировать бэкап в ручном режиме, необходимо перейти опять же в раздел «Резервное копирование» и «Миграция». И здесь на вкладке «Быстрое резервное копирование» выбрать, во-первых, что вы будете копировать. Ну, в данном случае у нас только одна база по умолчанию. Куда я выбираю, допустим, архив по почте. Какие настройки использовать при этом. И нажимаем кнопку «Начать резервное копирование». Я получаю сообщение о том, что резервное копирование выполнено, и архив отправлен по почте. И я вижу, что вот в почтовом ящике у нас появилось одно письмо. Вот он, этот архив. Название файла, которое я вводил в настройках. Дата. Время. И значок, свидетельствующий о том, что к письму приложен файл. Давайте его откроем, посмотрим. Тут, конечно, все выполнено карказябрами, но это ошибка при кодировке отправки почты. Но самое главное, что в файле приложен архив базы данных, который я могу затем использовать для восстановления. Ну, вот здесь есть небольшая хитрость. Дело в том, что если вот так вот оставить и автоматически архивирование выполнять, то письма просто-напросто будут сыпаться в папку «Входящие» и, я бы сказал, так мешать. Поэтому я сейчас немножко организую этот процесс. Создам здесь еще одну папку, в которой буду хранить эти бэкапы. Выбираю «Настроить папки». Здесь, на странице управления папками, нажимаю кнопку «Добавить папку» и ввожу ее в название. И нажимаю кнопку «Добавить». Папка у меня вот здесь вот появилась. Ее настройки можно поменять или удалить, если она вдруг вам станет не нужна. И теперь нужно настроить фильтр. Заходим в «Настройки». Выбираем раздел «Фильтры и пересылка». И здесь нажимаем кнопку «Добавить фильтр». Здесь нужно добавить условия. Я открою в новой вкладке еще одну папку «Входящие», чтобы понять, каким образом мне настроить бэкап. В теме письма обязательно содержится вот такая вот фраза «Блок друпал подчеркивание.ру». Поэтому я здесь выбираю, если поле «Тема содержит блок друпал слэш ру». Дальше то это письмо необходимо переместить в папку «Резервные копии». Дальше все остальное оставляем как есть. Единственное, что я выберу еще галочку «Применить к письмам в папках входящие», чтобы проверить работу фильтра. Нажимаю его «Сохранить». Фильтр сохраняется, он включен. Здесь его можно также настроить повторно или удалить. Или вот можно запустить команду «Отфильтровать» это к тем папкам, которые отмечены в галочкой «Применить к папкам». Давайте перейдем в раздел входящего почтового ящика и обновим его. Письмо, которое было от нашей системы, переместилось в папку «Резервные копии». Давайте еще теперь опять я с сайта отправлю еще одну копию. То есть перейду в раздел управления конфигурация, резервное копирование и миграции, выбираю здесь базу по умолчанию архив по почте и выбираю начать резервное копирование. И затем перейду в раздел входящие, обновлю его. И в папке «Резервные копии» у меня появляется одно новое письмо, которое как раз является еще одним бэкапом. Но здесь так много бэкапов в одном и том же состоянии не надо, поэтому я один из них удалю, один оставлю. Этот отмечу прочитанным. Вот таким образом можно настроить автоматическую систему резервного копирования базы данных со своего блога под управлением Drupal, и при этом резервные копии будут храниться в почтовом ящике. То есть они вам всегда будут доступны, это система, которая не зависит от вашего хостера. Восстанавливать их можно следующим образом. В разделе «Восстановить» необходимо выбрать резервную копию с помощью команды «Выберите файл». И эта резервная копия должна находиться у вас на локальном диске. То есть, в принципе, алгоритм действия такой. Если вы вдруг обнаружите, что вам нужно восстановить резервную копию вашей базы данных, то сначала вы из почтового ящика своего, из этой папки, скачиваете нужную резервную копию за нужную дату на свой локальный компьютер, затем переходите в раздел «Резервное копирование», в «Конфигурация», в раздел «Восстановить», и здесь выбираете файл на локальном компьютере. После того, как вы его выберете, можно еще в раздел «Дополнительные параметры» посмотреть. Здесь можно переключить сайт в режим «Оффлайн», опять же с выводом соответствующего сообщения. То есть, можно здесь вывести сообщение о том, что сайт находится на техническом обслуживании, выполняется резервное копирование. И затем нажимаете кнопку «Восстановить». И все данные из этой резервной копии будут закачаны в вашу базу данных. Единственное, на что нужно обращать внимание, что максимальный размер файла, который можно таким образом взять, не должен превышать 10 МБ. Для резервных копий, которые больше данного размера, нужно использовать другие инструменты, такие как PHP, MyAdmin или специальные скрипты. На этом наш урок, посвященный настройке автоматического обновления переводов и резервного копирования базы данных, закончен. Жду вас в следующем уроке, в которых мы будем устанавливать дополнительные модули и приводить блок в порядок.